Живые аквариумные растения часто являются неотъемлемой частью замкнутой экосистемы. Многие, особенно начинающие аквариумисты, опускают этот момент, замещая живые растения безжизненным пластиком, или, как принято говорить, искусственными растениями. В этом нет ничего зазорного и любого аквариумиста можно понять. Так происходит потому, что за живыми растениями необходимо ухаживать. Уход за таким садом более трудоемкий, чем уход за аквариумными жителями. Живые растения нуждаются не только в определенных показателях воды, но и в регулярной подкормке. В подаче СО2, в особом освещении и еще прибавьте к этому тысячу нюансов. Более того, разным видам растений необходимы разные условия, и по этой причине некоторые растения не могут сосуществовать в одном аквариуме. Вообще, я не хотел поднимать тему про аквариумные растения, но ваши многочисленные просьбы обойти стороной не могу. Ведь именно для вас я выпускаю эти видео, и именно вы, ваши лайки и комментарии, ваша моральная поддержка является моим стимулом двигаться дальше и не останавливаться на достигнутом. Мир аквариумных растений бездонный, и этот самый мир я еще сам познал не сполна. Многое в нем для меня ново и слабо знакомо, поэтому многие важные темы, которые необходимо поднять в будущем видео, касающиеся растений, для меня будет новой тропой. Знаете, касаясь темы аквариумных растений, можно выделить две основные, на мой взгляд, категории людей. Это мшатники, то есть аквариумисты, которые обожают разные виды мхов, и вторая группа, просто группа, которая души не чает во всех остальных растениях. Конечно, это совсем не значит, что мшатники не используют в оформлении другие растения, но предпочтение мхам неизбежно. Предпочтения аквариумистов со временем могут меняться, но последние пару лет я увлекаюсь мхами. Об одном из мхов я расскажу в этом видео, мох-стринг, или как его называют, стринги. У данного мха есть и другие названия, например, волнистый мох, а за счет того, что он относится к роду лептодикциум, его еще называют лептодикциум береговой. И это неспроста. Дело в том, что в живой природе данный мох растет на глубине не более метра, и даже выходит на сушу из глади воды, расселяясь на влажной почве, коре деревьев и даже камнях. При этом мох-стринг предпочитает заболоченные места или водоемы со стоячей водой. Иногда водоемы с медленным течением воды. Распространен он широко, в Северной Америке, от Евразии до самого Китая. У аквариумистов интерес к этому мху появился давно. Он хорош не только потому, что обогащает воду кислородом, но и успешно применяется в оформлении аквариумов. Помимо всего прочего, мох-стринг неприхотлив в содержании, и его можно рекомендовать даже неопытным аквариумистам, которые только начинают свой путь. Однако, есть некоторые моменты, которые необходимо знать всем, кто уже обзавелся этим мхом, или только собирается его приобрести. Учитывайте, что волнистый мох достаточно хрупкий. Если в аквариуме есть рыбки, которые любят поковыряться в грунте или зарослях, то фильтр будет забит маленькими отростками мха. Идеальной температурой воды считается диапазон от 18 до 25 градусов. PH от 6 до 8, а жесткость от 4 до 14 градусов. При этом не забывайте о фильтрации. Обязательно нужно установить фильтр, который будет вбирать в себя мелкие частицы мусора и не создавать сильного потока. Если этого не сделать, мох-стринг, как губка, накапливает себе взвесь, после чего портится внешний вид мха, замедляется рост, и волнистый мох становится рассадником водорослей, в том числе и бороды. Естественно, одной фильтрации недостаточно, особенно если в аквариуме присутствуют рыбки. Необходимо сифонить грунт и делать подмены воды. Если в воде устоявшийся качественный баланс и все вышесказанное мной соблюдается, то останется позаботиться об освещении. Мох-стринг имеет различные оттенки зеленого. Оттенки эти по большей части зависят от интенсивности освещения. Там, где яркий свет, мох становится насыщенным зеленым, а там, где света практически нет, мох становится темным. Помимо этого, стебельки мха-стринг всегда будут расти только по направлению к свету. Субтитры создавал DimaTorzok Чистая вода и свет – два основных требования для успешного содержания этого мха. Еще лучше он себя будет чувствовать в аквариуме с подачей СО2. Очень хорошо, если в аквариуме есть креветки, которые будут аккуратно перебирать мох и подъедать из него мусор. Учтите, что этому мху необходимо время на адаптацию к новым условиям, поэтому не ждите моментального хорошего роста после покупки, даже при ярком интенсивном освещении. Обычно на адаптацию требуется два месяца, но зато после этого срока он способен удваиваться ежемесячно. При хороших условиях мох-стринг может достигать внушительных размеров до 30 см, хотя мало кто дает ему до такой длины вырасти, обычно его подстригают уже при 10 см, оставляя 5 см кустик. Очень короткую стрижку не любит, и в редких случаях при такой стрижке даже может погибнуть, и это очень важный момент. Есть только одна проблема с волнистым мхом, которая заставляет потрудиться аквариумистов, он плохо прирастает к поверхностям. Не важно какой у вас камень, даже если легендарная вулканическая лава или коряга, не надейтесь, что он прирастет. Но даже если это и случится, прирастает он ненадежно. Капроновая нить, леска и сетка, вот лучшие друзья для этого мха. Как правило, к корягам и кокосу я привязываю нитью или леской, а на камень фиксирую сеткой. Некоторые любители его кладут просто под камень, или закрепляют на стенке аквариума с помощью присоски. Тут уж каждый сам выбирает кому, что удобнее, ведь и цели у аквариумистов разные, одни декорируют аквариум мхом, другие используют его в нерестилище, или как укрытие для мальков. На самом деле, мох стринг как только не используют. Считается, что этот мох должен находиться на среднем или заднем плане аквариума. Так как вырастает очень длинным, но я встречал его в аквариумах, как почвопокровку. Просто распределенный мох по всему дну и присыпан мелкими камнями. Смотрится здорово, но стричь такой газон нужно каждую неделю. Думаю, в дальнейшем, в других выпусках, я еще покажу, на что способен этот мох, и как его применять в декоративных целях. А пока на этом у меня все. Если вам нравится видео про аквариумные растения, обязательно дайте знать об этом своим лайком. До новых встреч, дорогие друзья, в новых видео. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok